Уважаемые братья, уважаемые сёстры. Мы продолжаем цикл лекций в прямом эфире, которые посвящены Акиде. И мы дошли до слова автора данной книги «Твёрдость в убеждениях», где он разъясняет об имане, о вере. Если тебя спросят, что такое иман, что такое вера, то ты ответил, «Аль-иман анту-минабил-Ла-хи-ва-малайкати-хи-ва-кутуби-хи-ва-русули-хи-ва-ль-явмил-آхир-ва-ту-минабил-кадар-хайри-хи-ва-шарри-хи». Ты ответишь, что вера — это чтобы ты уверовал в Аллах, в Его ангелов, в книги, в посланникам, в судный день и в предопределении судьбы. Всё, что хорошее и плохое, происходит по воле Всевышнего Аллаха. То есть у имана, у веры шесть столпов. И каждый из этих столпов детально, подробно мы разъяснили в предыдущих лекциях. То есть это у нас двадцать седьмой урок. До этого, до двадцать седьмого, у нас было двадцать шесть лекций касаемо агиды вероубеждения. И мы там разъяснили, какие атрибуты Всевышнего Аллаха описаны, которым Всевышний Аллах, какие ему в отношении невозможны, какой возможно, кто такие ангелы, книги, руководство, то, что было Всевышним Аллахом послано своим творением. Также посланники, их качество, что в отношениях обязательно, что в отношениях невозможно, и что возможно в судный день и также в предопределении. Всё это мы разъяснили. Сущность имана является подтверждение, принятие, то есть чтобы человек не просто знал или перечислял, а подтверждал сердцем эти столпы имана и принял их как то, во что он должен верить. Плоды имана — это благие деяния. То есть когда человек эти шесть столпов исповедует, верит, то от такого человека следствие этой имана являются плоды. То есть плоды — это благие деяния. Это образное выражение. То есть благие деяния бывают у человека, потому что он старается выполнять то, что сказал Всевышний Аллах. «Оссерегаться от того, что Всевышний Аллах не дозволил, запретил». «И не принимается от кого бы то ни было вера без принятия ислама». То есть если человек верит в иман, то есть то, что шесть столпов, а то, что касается ислама, он отвергает, он не признаёт, он говорит, не нужно нам освещать. Это всё выдумки, не нужно закат платить. Тем самым он отрицает то, что Всевышний Аллах обязал. То такой человек, его вера, иман не принимается. Другое дело, когда человек исповедует и верит в ислам, он говорит, да, нужно нам освещать, да, нужно закат платить, но по каким-либо причинам не может этого сделать. Или же лень у него, хоть он принял то, как касаемо, или же он признаёт, что Всевышний Аллах обязал, или что-то Всевышний Аллах запретил, но из-за своей слабости, из-за шахвата, страсти он это нарушает. Да, это отдельный вопрос. Это грех или не грех? То есть это, если отступил от того, что Аллах повелел, то это грех. Но если он именно отрицает, отрицает, говорит, этого нету, то, что в исламе, это не нужно делать, то тогда, конечно, человека вера тоже не принимается. То есть там такая маленькая грань есть. Кто отверг тасдык, то есть подтверждение сердцем, то есть он не признаёт, кто нарушил это подтверждение, тот является неверующим. То есть если человек не верит, хотя бы в один из столпов имана, то этот человек, он отступает от религии ислам. А кто нарушил, не соблюдал действия, тот нечестивец. То есть то, что Аллах повелел, он не делает. Аллах повелел, допустим, закат, он это не выплачивает, имея возможность. Повелел пост, он это не соблюдает, имея возможность, но не отрицая. Как до этого мы говорили, не отрицая. Или же то, что Всевышний Алс запретил, запретил при любодеянии, он совершает это. Или же наркотические какие-то вещи, или же то, что помутняет разум и тому подобное. Если человек это употребляет, будучи убежденным, что это харам, это нельзя делать, но как-то поддаваясь своим страстям, он это делает, это грех, это фасик человек. Но не кафир. Кафир тот, который отрицает. Не разрешается говорить, я верующий, инша Аллах, если на то воля Аллах, если это пожелал Аллах. Многие из аглей Сунна сказали, можно так говорить, для барака. То есть, когда человек связывает имя Всевышнего Аллаха для благодати. То есть, когда спрашивают, ты верующий, ты мусульманин? Он говорит, да, я верующий, аль-хамду лиллях. То есть, я верующий, инша Аллах. Так можно говорить. Но если шаг для сомнения, то есть, человек сомневается в вере и говорит, да, верующий, инша Аллах, с намерением, как бы, что он сомневается. То есть, если человек предполагает, он говорит, ну да, скорее всего, у этого громадных размеров Вселенной должен быть кто-то, кто стоит за ней. То есть, за сотворение всего этого. Скорее всего, может быть, творец есть. То есть, если он вот так верит, шаг к сомнению, то тогда, конечно, он не является тем, кто принял ислам. Потому что у него шаг к сомнению или лан предположениям. А если мусульманин, у него якинь, твердая вера, и он говорит для барака, я верующий, инша Аллах, тогда в этом аглуссуну и большинство ученых не видели проблем. Инша Аллах, перейдем более детально о вопросах имана, веры, также ридды, вероступничества, какие слова, действия, бывают убеждения, которые человек может выйти из религии ислам. Великий ученый шафиитского мадхаба Абу Бакар Аддимьяд Аль-Бакри в своей книге И'ана Туттон-Лебин, которая является примечаниями, субкомментариями к Фатху Аль-Му'ин, известной книге, которую проходят в исламских университетах, где обучаются шафийскому фиқху. Он пишет, этот ученый, Абу Бакар Аддимьяды, И'ана Туттон-Лебин, ты знай, И'ана Туттон-Лебин, И'ана Туттон-Лебин, И'ана Туттон-Лебин, И'ана Туттон-Лебин, И поэтому на ученых, на Ахлюль-Ильм лежит обязанность разъяснять им эти вопросы прихожанам, людям, мусульманам, у которых нету Ильма, чтобы они остерегались подобных слов. Подобных слов, чтобы они остерегались. Чтобы они не обесценили вот это неверие, чтобы не обесценило их добрые дела, не привело их к вечному пребыванию в Аду. И изучение этих вопросов очень важно, очень важно. Потому что человек может, который не знает о вреде подобных действий, может попасть туда в беду, не зная из-за своего неведения. Из-за неведения, незнания он может попасть. Поэтому нужно обучаться, что есть зло. И очень прекрасно он завершает, он говорит, корень всех зол — это невежество. То есть не только в этом вопросе. То есть всех зол — это невежество. А источник всех благ — это ильм, это знание. Ильм — это свет, это знание. Почему автор вот так выделяет? Именно, что вот на языках у простых людей может приходить то, что является неверием. Потому что человек часто за языком не следит. Если он в таких серьезных вещах не может следить, то, что связано с куфром, допустим, анекдоты говорит, на религию издевается и так далее, если то, что свято, свято должно быть человека, это религия, это родители, это то, что для него ценно что-то, он позволяет распускать свой язык на такие ценные вещи, то он даже в простых вещах за своим языком не сможет следить. Поэтому человек, если не может в таких серьезных вещах за своим языком следить, то в простых он тем более будет этот язык распускать, задевать честь кого-то, оскорблять и тому подобное, принижать и унижать. Поэтому Всевышний Аллах и посланник Аллаха салли Аллаху алейкум они повелевают, чтобы мусульмане следили за своим языком и начинали это с самого необходимого. Потому что если в таких необходимых вещах святых, которые, как говорится, для человека ничего святого не остается, если он даже начинает над этим анекдотой и шуткой делать, над такими серьезными положениями в религии, тогда простых что говорит? О простых вещах. Тем более, тогда он будет языком свой распускать. Имам Аль-Бухари передал хадис от Худайфа ибн Аль-Ямани люди спрашивали посланника Аллаха о добре, а я спрашивал его про зло, боясь, что он может постигнуть меня. То есть я изучал, что такое зло, чтобы не попасть в него. Это был путь сподвижника Худайфы радия Аллаху ана. И, к сожалению, к сожалению, уважаемые слушатели, невежество Джагль, оно коснулось даже самих основ религии, самих основ религии. Некоторые люди не знают даже, что делает мусульманина мусульманинам. Допустим, человек говорит, я мусульманин, но он даже не знает, что делает мусульманина мусульманинам, полагая, что просто этническое происхождение определяет вероисповедание человека. То есть, если человек этнически происходит от чего-то, то уже это определяет его вероисповедание. Они полагают, что мусульманин может перестать быть мусульманином, если только он выберет для себя другую религию или назовет себя атеистом. Допустим, если человек сменил религию или говорит, я не верю в Бога, тогда только он не мусульманин. А если он считает себя мусульманином и говорит, что попало, делает, во что бы он не верил, что бы не делал, что бы не говорил, то он продолжает быть мусульманином. То есть, человек может ругаться на Всевышний Аллаху, издеваться над пророками, издеваться, анекдоты сочетать про религию, про наказание и повеление Всевышнего Аллаха. И что бы он ни делал, что бы ни верил, что бы ни говорил, пока он говорит, я мусульманин, значит, он мусульманин. Некоторые вот так полагают. То есть, джагли уже даже таких серьезных вопросов коснулся мусульман. Это опасное заблуждение нашей религии. Ведь человек может выйти из религии и умереть в таком положении, даже не зная об этом. Даже не зная об этом, и потому что ему не объяснили и не разъяснили, как об этом говорил Абу-Бакар Аддемияты. Рахима Аллах. Касаемо ридды вероотступничества, кратко, емко, но содержательно разъяснил шейху-ли-ислам имам Ан-Навави Рахима Аллах в своей книге Мин-Хадж. Китабу-ридда, то есть раздел вероотступничества, как человек отходит от веры ислам, посредством чего может отойти. Хиякату-у-ли-ислам бениятин ау-каулин куфрин ау-фиалин Это выход из ислама, то есть ридда, это выход из ислама посредством намерения, то есть убеждения слов и действий независимо от того, как они были сказаны. То есть неверие, да, слова неверие, если он это сказал. Савау-у-каля-гу истяза-ан ау-инаден ау-и-тикадан как они были сказаны в качестве насмешки, упрямства или убеждения. Если человек говорит это, то он отходит от ислама. И он пример приводит. Например, Как, допустим, человек отрицает творца, создателя или говорит пророков или кого-нибудь из пророков, на котором есть или считает, что пророки они были лжецами. Или же, допустим, когда человек не верит в пророков, посланников, или же он дозволяет запретное, то, что по иджма'а запрещено, как, допустим, зина, прелюбодеяние. Или же он убежден, что совершит неверие завтра, или же через определенное время. Говорит, я завтра оставлю религию ислам, то он становится уже неверующим. В этот же раз, они уже в следующем дне. Но тут стоит отметить такую детализацию маленькую, краткую. Когда человек тут, когда говорится, дозволяет запретное или запрещает дозволенное, имея в виду, почему иджма'а подчеркивает автор имам науэ, потому что в том, что есть хиляф, разногласия, в том, что есть хиляф, разногласия, тогда человек не отступает от религии. То есть, допустим, есть некоторые из ученых, сподвижников, которые говорили, что лису харам кушать. А были, кто дозволял, допустим, это? Или на счет гиены, допустим, тоже есть хиляф. То есть, касаемо, где есть разногласия, если одни запрещают, другие дозволяют, в этом человек не отступает от религии. Отступает в том, что если единогласно тоже запрещено, если он это дозволяет, не просто делает, а дозволяет. Допустим, человек зина делает, или хоть даже не делает, а дозволяет, говорит, это можно делать, а это Всевышний Аллахам запрещено. Или выпивать спиртное, он говорит, это можно, это можно. Или же тому подобные запреты, прямо убийства, какие-то самоубийства и тому подобное, если то, в чем есть единогласие, то есть не какие-то конкретные случаи, а единогласие, то, что ученые, то, что сказали, то, что однозначно понимается из религии, то человек, он отступает от религии ислам. Если он дозволяет запретное, или же запрещает дозволенное, в том, что есть иджмар, единогласие. Но, опять-таки, между совершением и дозволением есть разница. Если человек считает запретным, но совершает, это грех, как до этого мы говорили. А если человек даже не совершает, но дозволяет, не совершает, но дозволяет, это отступление от религии. И здесь имам Науви обратил внимание на три вида куфра. Три вида неверия. Иншаллах, мы расскажем о этих трех видах куфра. Это в убеждениях, словах и делах, которые выводит человек из ислама. Три вида неверия, три вида куфра. Первый это куфр в убеждениях. То есть, например, если человек отрицает господство или единственность Аллаха, или же признает божественность и единственность Аллаха, но в то же время полагает, что Аллах имеет начало, или что Аллах может ошибаться, или что у Аллаха может быть потомство, то тогда человек отступает от ислама. Также, если человек убежден, что Аллах родился от кого-то или произошел от чего-либо, также убеждение, что изначально до сотворения всего, до сотворения вселенной, наряду со Всевышшим Аллахом существовал еще кто-то, какой-то управитель, творец или Создатель, или что Всевышний Аллах может входить в свои творения, воплощаться в них, находиться в творениях. Также убеждение, что Вселенная безначальна, то есть материя безначальна, наряду со Всевышним Аллахом, и что Всевышний Аллах не сотворил ее, эту материю, она изначально со Всевышним Аллахом была наряду. Также, кто обобщенно отвергнул пророчества, в общем, он говорит, нету ни пророка, ни посланников, этого ничего нету. Или в частности пророчества пророка Мухаммада саллиллаху алейху 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 или о ком пришел ясный текст, что он был пророком, как Муса, Иса, Аврам, Ибрахим алейху алейху и так далее. О ком пришел ясный текст, что он именно является пророком, если человек это отвергает, то отступает от Ислама. Также тот, кто будет убежден о чем-либо пророчестве наряду с нашим пророком Мухаммадом саллиллаху алейху 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 Кур'ана или же суннын, которому товатирам пришло сужать смысл или толковать другим на котором есть ижмай опять-таки то, что установлен внешний смысл ижмой. Допустим хамар то, что опьяняющая она запретна в шариате а человек толкует он говорит нет тут не имеется ввиду опьяняющая тут имеется ввиду плохие качества то есть он то, что явно в шариате есть то, что известно было всегда он это толкует то есть такие толкования то, ботаниты делали такие кто толкование использует тоже впадает в неверие но конечно в этом вопросе есть маленькая детализация которую если не соблюдать то человек он может абсолютно всех обвинять в неверии всех кто не согласен с его мнением или же всех кто не из агалюсунна это тоже неправильно потому что это всегда мы тут кратко объясняем а более подробно конечно ученые есть которые с четырех манхабов даже смотреть должны эти вопросы вопросы ридды смотреть четырех манхабов не то что с одного а у нас иногда бывает пароль человек с одного манхаба даже не знает поэтому тут мы кратко именно те вещи объясняем которые запомнили запомнил важные моменты также самостоятельное намерение мукалля стать неверным ближайшее время или в будущее время то есть как он это делает то человек отходит от ислама также отрицание или сомнение в неверии тех за кого засвидетельствовал Аллах его посланник то есть Аллах в Коране прямо сказал о каких-то людях что они являются неверующими или посланник Аллах и человек это сомневается или отрицает также считать что Аулия лучше перед Аллахом над уровнем пророков что пророки они ниже чем Аулия и также отвергать хоть один из столпов религии то есть столпов религии кто отвергает он говорит допустим я верю в Аллах но не верю ангелам или верю в ангел но не верю в пророка кто отвергает тоже он отступает от религии также убеждение антропоморфизма тачсима и тачбиха уподобления Всевышнего Аллаха или же исповедовать что творение имеет такие же качества как и Аллах предавать Аллаху субханнаху вата'але джисм тело то есть говорит что Аллах телесен это то что состоит из частей имеет форму фигуру объем длину ширину высоту размер свет занимает место находится в пространстве временных ориентирах и так далее то есть все то что подобает творением уподобляет творца или же предавать качество тел как перемещение внутри творения то есть в пространстве внутри Вселенной вверх вниз и так далее все эти качества это качество творения и муджес сима сарьех то есть те кто явным образом признают вытекающие последствия предают телесность сопоставляясь сравнивая уподобляя Аллах с творением то если он во все то что мы выше перечислили это верит он уже не считается мусульманином даже если он это убеждение не проговаривает и даже если он сам себя считает мусульманином то если что-то из этого есть нужно человеку донести объяснить и он не считается уже мусульманином мусульманин кто имеет такие убеждения то есть мусульман в принципе такие убеждения не могут быть потому что они уже никак не соотносятся с религией ислам. Второй вид — это куфр в словах. То есть это слова, внешний смысл, который содержит в себе явное неверие, которые могут быть поняты именно так, как явное неверие. Как, допустим, человек скажет, я не верю в Бога, я атеист, я не верю ни в кого. То есть сказавший это, он становится вероступником. Исключение делается только в том случае, если человека силой принуждали их говорить. Если силой принуждали в каких-либо обстоятельствах, то тогда человек не отступает от ислама. Явный пример сподвижник Аммар бнуясир, которого унижали, пытали и тому подобные язычники, чтобы он отрекся от ислама, и он на языке сказал слова неверия, слова многобожия. Но бассанник Аллаху, как упомянул, что этот человек полон имана. То есть он просто это сказал на языке. То есть это отдельный случай. Также в словах то, что касается слов, либо когда человек будет относиться пренебрежительно к кому-либо из пророков, насмехаться, оскорблять или рассказывать анекдоты, издеваясь. Бывает над Адамом, алейсусалям, издеваясь, над Исой, над пророком. Какие-то моменты бывают, превращают в шутку религию Всевышнего Аллаха. Какие-то примеры. Также довольство неверием. Например, принуждение мусульманина к неверию. Или указание немусульманину, чтобы он не принимал ислама, а подумал над этим. То есть человек пришел, хочет принять ислам, а ему говорят, ты подумай лучше. Может тебе не стоит, может стоит и так далее. То есть если это мусульманин говорит, то тогда человек этим показывает, что он доволен его неверием. Также издевательство над именем Аллаха или пророка, издевательство над его повелениями, над его запретом. Или же насмехаясь над Всевышним Аллахом, говорит, а можно нарушать запреты, сейчас темно, Аллах не видит. Часто бывает такое, говорят, мы сейчас под крышей дома находимся, или сейчас темно, Аллах не видит и тому подобное. Как бы анекдот и насмешка превращается. Также произнесение басмалы, бисмляхиррухманиррухим, перед употреблением спиртного, или перед прелюбодеянием. Тем самым высказывая, выказывая пренебрежение к имени Аллаха. Также произнесение слов, я не совершу это дело, даже если мне повелит это Всевышний Аллах или пророк. То есть пренебрегая велениями Всевышнего Аллаха. То же самое, если когда человек говорит, если около меня засвидетельствует пророк или ангел, то я не поверю этому. То получается, пророку Мухаммаду, саляму, тоже засвидетельствует ангел. Получается, он тоже мог бы не поверить ему. То есть эти слова указывают на неверие. Это то, что касается слов. Слов неверия. Также есть куфр в действиях. То есть убеждение, слова, действие. Третье. Это действие, которое заключает в себе унижение и издевательство. Над всем, что однозначно относится к религии. Например, земной поклон солнцу, идолу или луне, колдовство, в котором есть поклонение. Также закалывание животных ради идолов, не ради Всевышнего Аллаха. Бросание урана или книг по исламу в мусор или в грязное место. Это выводит человека из ислама, если даже он совершал эти действия без желания унизить уран или же ислам в целом. Для его неверия ставятся условия, чтобы он знал, что именно он выкидывает. И чтобы он делал это добровольно. Если эти условия есть, то это является неверием, потому что само данное действие уже, это уже унижение ислама. Само это действие, это уже унижение ислама. Даже если человек не вкладывает смысл в это действие такое. Но здесь стоит нам отметить и обратить внимание на то, что сказал Калу Айад в своей книге Аш-Шифа. Он сказал, Знай, что объяснение этого раздела и разъяснение неясностей берется из шариата. Нет разуму в этом месте. То есть, когда человек встречается с подобными вопросами, вопросами куфра, то он должен смотреть, что написано в книгах по шариату. Не заниматься вольнодумством, проводя аналогию. Вот если это куфра, значит вот так, вот так. Если будет свои какие-то выводы, измышления делать и тоже из вытекающих каких-то следствий выносить суждения о неверии того или иного человека. То есть, там нет места разума. Нужно смотреть то, что написано в шари. То, на чем есть иджма, то, о чем сказал в Куране и Сунне, достоверно мутаватирам пасанник Аллаха алейхи салату салам. Сейчас, в иншал, мы разъясним, так как все мы пояснили, о словах, действиях и обреждениях неверия, разъясним золотую середину между двумя крайностями. Так как в наши дни существуют две крайности. То есть, одна группа — это крайние такферисты, хариджиты наших дней, которые обвиняют в неверии мусульман глобально. То есть, это целые группы, джамааты, страны, мадхабы государства и подобное. То есть, хариджиты, которые обвиняют всех несогласных со своим мнением. Это крайние такферисты, исходят из сектантского правила, которое они выдумали, их непредводители. Кто противоречит моему мадхабу, то есть, моему пути, тот является кафиром, неверным. Они обвиняют в неверии всех мусульман на основе своего невежества и наушист, которые ввели их основатели. Это то, что касается первой группы. То есть, тех, которые обвиняют в неверии. Вторая группа — это те, которые вовсе закрыли глаза на вопросы ритма вероступничества. Как будто в исламе вообще этого нет, вообще не существует. И человек может говорить или делать, исповедовать всё, что угодно. Якобы он не может выйти из религии ислам, пока не перейдёт в другую религию. То есть, в убеждениях второй группы, второй крайности, такие убеждения, что человек, когда говорит, я мусульманин, может он что угодно делать, говорить, ругаться, поклоняться, идолам выбрасывать священные тексты, анекдоты сочинять, прикалываться. То есть, всё, что угодно делает, пока говорит, что я мусульманин, значит мусульманин. То есть, для второй группы, вообще раздел ритмы, как такого вообще не существует. Это тоже является заблуждением. И хотя в каждой книге пофигу уделяют этому внимание. То есть, раздел ритмы, объёмных книгах, или же содержательных пофигу, они содержатся. И как следствие такого подхода, то есть, какой-то второй группы, никто не учит, какие слова мусульман нельзя произносить, какие действия нельзя совершать, что нельзя исповедовать и так далее. Следствие таких убеждений, таких крайностей, как у второй группы, это такое следствие для мусульман. А то, что касается первой группы, то есть, тех, кто обвиняет мусульман в неверии, такфиристов, хариджитов, то передал имам Аль-Бухари, и Ибн Хиббан, имам Аль-Бухари, передал в своём сборнике тариф от сподвижника Худайфы, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейу асалям, сказал, «Поистине я боюсь для вас человека, который читает Кур'ан, и красота Кур'ана отражается на нём, и он становится защитником ислама. Затем он оставляет Кур'ан, опрокинул его за спину, бросается на своего соседа с мечом и обвиняет его в нога Божии». Худайфа спросил, «О, пророк Аллаха, кто из них ближе к нога Божию, к ширку? Тот, кто обвиняет или кого обвиняет?» На что он ответил, «Тот, кто обвиняет». То есть, кто обвиняет в неверии. Здесь обратите внимание, уважаемые братья и сёстры, на хадис, на изречение пророка, салли Аллаху алейу асалям, на контекст данного изречения. Что говорит посланник Аллаху асалям? Когда человек берёт, читает Кур'ан, знает этот Кур'ан, этот Кур'ан ватил отражением, отражается на нём. И он после этого берёт то, что сказано в Кур'ане, за спину и бросается с мечом на соседа, обвиняет в неверии. Тут о таких людях говорится. То, что касается нашего времени, положение намного хуже, намного хуже. Тут хотя говорится, человек, который читает Кур'ан, знает этот Кур'ан, понимает его смысл. А сейчас люди смысл не понимают, фикла не знают, хадис не знают, усуль не знают, даже алхавит не знают арабский. Но очень легко разбрасывается этим саламе такфиром. А, тут кафир, это неверный, он мушик. Сам ничего он даже не знает, касаемо вероубеждения, касаемо того, что мы перечислили. Но он бросается с словами неверия, подобно тому, как кто-то стоит на улице, грызет семечки и разбрасывается шкурками. То есть, вот эта шкурка, которая разбрасывается, вот так он, легкость, вот так такфир у него летает изо рта. То есть, это положение этих людей. Те, о которых сказал посланник Аллаху, салли Аллаху алейху алейху ассалям, в этом хадисе, они даже в лучшем положении, чем те, которые сейчас есть, эти такфиристы. Потому что это даже, эти люди, которые сейчас, они даже под эту категорию не входят. Слушайте, у них еще ниже, еще статус уровень упал. После того, как мы разъяснили две крайности в отношении этого важного вопроса, иншаллах, мы приведем слова ученых из Аглю Сумны о золотой середине между этими двумя крайностями. Сказал ханафитский ученый Мула Али Аль-Кари Рахима Хула в шархе на Аш-Шифа книгу Каду Ай-Ялла. «Ва кады каля улемауна, сказали наши ученые, «Иза вуджида тиссаатун ватиссауна ваджхан туширу иля токфири муслим ваджхан вахидун иля ибка ихи аля ислами фаямбагили муфти вал-кады ай-я амалаби дали кал-ваджх лоху мустафаду мин кавли алейх салату вассалам». Наши ученые говорят, если у мусульманина 99 причин, указывающих на вынесение суждения о его неверии и только одна причина, указывающая на то, что он продолжает находиться в исламе, одна причина, то муфти и калды, судья, должны действовать соответственно одной причиной. И это положение выходит из слова посланника Аллаха алейхи салату вассалам. То, что передал имам алейхи 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 в своей книге алейхи в своей книге «Ат-Тафрика Байна Ислам и Занадика» он говорил «Инна такфір хуа сани'у лжухал» – поистине такфір это дело джахиля, это удел невежда. И не торопятся в вынесении этого такфира, только джагили, только они торопятся. Нужно сторониться от этого вопроса, от такфира всевозможным путям для человека, пока есть какая-то дорога. То есть имам Газали отмечает, что кто этим вопросом чрезмерствует, обвиняет каждого, это только невежда. Это есть на самом деле и так, как мы видим в нашем современном обществе. Когда мы это видим, это даже доказательство, но это не нужно. Это как в ясный день солнца видно, вот так оно очевидно. Также маликистский ученый Ахмад Зарру приводит от шафиитского факиха Абу Бакар ибн Фурака. Ошибка, совершаемая, посчитав тысячу неверующих мусульманами, несмотря на их сомнения в исламе, лучше, чем ошибка, которая делается, считая одного муэмина немусульманином. Из-за сомнений, которые исходили из него, то есть от него. То есть отсюда отмечает имам Абу Бакар ибн Фурак, что по ошибке, если человек посчитал по ошибке тысячу неверных мусульман, это лучше, чем если он одного муэмина по ошибке посчитал немусульманином. Из-за какой-то ошибки, которая мушу Бога, неясности, которая его коснулась. И в конце хотелось привести слова потомка, посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, Аллама ибн Абидина, в Раддуль-Мухтар, то, что написал известный ханафитский ученый. Он говорит «Калю ляу вуджида саб'уна риваятан муттафикатан а'алитакфирил муэмин, ау риваятан в ляу да'ифатан би'адами, яхуду ль муфти валькады би'аду нахайриха». Ученые считают, что даже если есть 70 доводов, указывающих на неверие верующего человека, и только одна из слабая передача, которая считает, что он остался в лоне ислама, то муфти должен вынести в фетву, что он является верующим, и игнорировать другие 70 доводов. То есть это путь аглю сунны, чтобы быть для мусульман, для верующих как адвокаты, не как прокуроры, которые ищут, что за что-то хватает, чтобы обвинить, а чтобы они по мере возможности отстраняли от мусульман, обучали мусульман, болели за них, переживали. Вот это путь аглю сунны вальджамая. И здесь нам стоит обратить внимание, когда человек, он очень легко обвиняет в неверии, не зная даже один мазхаб. Возьмем один мазхаб, допустим, есть человек, который знает один мазхаб на отличном, он пятерочник, он закончил университеты, закончил по фику, по усулю и так далее, книги, и знает один мазхаб в шафийском фике, этого тоже недостаточно, чтобы заниматься вопросами такфира, однозначно обвиняя кого-то, если это неоднозначные вопросы. То есть если там где-то хиляф, может быть, где-то разногласия, он должен, чтобы это узнать, знать четыре мазхаба. Знать каваиды, знать маваниа, знать даваби, то есть то, что препятствует такфиру, то есть оправдание по невежеству, может быть, в каких-то вопросах, какие-то правила, лавабид должны быть, должен человек знать усуль и тому подобное. То есть это, откуда все это знать невежда? Невежда, откуда это все знать? Ведь невежда, он даже алфавит не знает нормально. Он не знает Коран читать по махражу, не знает таджвида. И влезает в такие глубокие вопросы, где нужно знание. А мы это рассказываем для того, чтобы мусульманин сам себя оберегал, сам себя, свою семью. Но вопросы, где есть хиляф, неоднозначные вопросы, неясности, где могут быть, он должен обращаться к компетентным людям, разбираясь в этих вопросах. Не только один мазхаб, который знает. Именно в этих вопросах нужно быть очень осторожными. Велохамду лиллахи раббил ааламин.